МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таланта, любви народной. Что еще? Что объединяет юбиляров? Исключительно их юбилеи. То, что попали в один и тот же год. Дело в том, что в Москву я приезжаю в последнее время не так часто. И в прошлом году я не была с программой юбиляры 2017 года. Поэтому в этом позволила себе объединить юбиляры 2017, наиболее значимые, и 2018 года. А потом я первый раз в жизни приехала в Москву, в этот раз была в Москве, выступала с музыкантами, с живая музыка. Это был лауреат международных конкурсов, баянист замечательный Сергей Годовалов и очень хороший гитарист Александр Чернобров. То есть мы все вживую. Подождите, подождите, неужели вы пели романс на стихи Тютчева, Рахманинова, «Весенние воды». Боже упаси. Нет, я немножко о себе все-таки понимаю, что я могу, а что я не могу. Я пою один романс в этой программе, которую я буду еще и в Петербурге показывать зрителям. И в Москве я его уже спела. Это замечательный романс. С 215 лет нашему незабвенному Казьме Пруткову. Конечно, я вспоминаю его афоризмы вместе со зрителями. А, да, он же родился в один год с Тютчевым. Конечно, и Тютчевым 215, правильно. Так вот, у Казьмы Пруткова есть виртуальная, поскольку он сам виртуальная фигура, есть виртуальная невеста. И зовут ее Антонита Платоновна Проклеветантова. Заметьте, что тоже Антонита, как в игроке Антонита Васильевна. Здесь Антонита Платоновна. И замечательный композитор Виктор Плешак, петербургский, написал романс для этой невесты, для этой Антониты Платоновны. И совершенно случайно, вот что такое случай? Царство Небесное Валентина Павловна Ковель сломала палец на ноге, или один, или два, и не смогла играть в смерти Тарелкина. И поставили меня, быстро шили костюм. Это то спектакль, что Товстоногов еще ставил? Да. И вот именно тогда, когда я заменяла Валентину Павловну, на этот спектакль пришел композитор Плешак. Он меня увидел, попросил, чтобы нас познакомили. Зашел за кулисы и говорит, пожалуйста, вот я хочу вам этот романс предложить исполнить. И я вот в этом костюме, сшитом для смерти Тарелкина, с этой прической, в этих сапожках, пела этот романс, такой жгучий, такой страстный, потрясающий. И сейчас я его пела для москвичей. Мне кажется, что это очень интересно, неожиданно. А еще Витя мне подарил такую книжку, там написано «Романсы для драматических артистов», композитор Плешак, для Френдлих, Боярского, Скляра, Луспикаева и Крючковой. Мне это было очень приятно. Это здорово. Это здорово. Правда, у меня сейчас есть... Если мне не изменяет память, замечательный Ковель, по-моему, в этом году исполнилось бы 95 лет, по-моему. Ну, тут не могу сказать, врать не буду. Да, по-моему, вот тоже какая-то есть годовщина. Врать не буду. Хороша. А Тютчев я обожаю Тютчева, и всегда обожала его. Ну, читаю, конечно, я не могу все читать, понимаете, и все рассказывать. Все равно люди, сидящие в зале, это наша культура, это наша судьба, это наши чувства. Все, что произносится со сцены, оно находит отклик в сердцах людей, живущих в этой стране и выросших в этой стране. И они за мной повторяют строчки. Подождите, подождите. Я вот ни за что не поверю, что они будут повторять строчки, например, Гавриила Романовича Державина на рождение парфирородного отрока. Нет, нет, ни в коем случае нет. У Гавриила Романовича Державина есть самое известное. Вещь называется «Приглашение к обеду». Я ее под баха читала, под гитару записанную. И все знают первую строчку. Шекснинская, Стерлин золотая, Каймак и Борщ уже стоят. Это знают все. А давайте я вам тогда тоже подскажу. Вы помните, конечно, и дымотечества нам сладок и приятен. Все знают, что это из Грибоедовского, горе от ума. А вот я, например, знаю, что эта строчка была взята Александром Сергеевичем у Державина, потому что у Державина и стихотворение «Арфа». Замечательно, я уверен, что оно вам понравится. Глядишь, пригодится. И там есть финальные две строчки. «Мила нам добра весть о нашей стране» и «Дымотечества нам сладок и приятен». «Дымотечества нам сладок и приятен». А вы хотите, я вас посмешу, в программе Шпаликова, с которой только что я была в Доме кино в Московском, и там внутри программы звучит много песен. Из фильмов, в том числе из фильма «Пока фронт в обороне» есть песни, и у нее такие строчки. «Что дымот пожарища горек и сладок отечества дым». «Как дымот пожарища горек и сладок отечества дым». Так что у нас голоски какие. Смотрите, как мы вырулили на первый вопрос. Что объединяет этих поэтов? Потрясающе. Да много чего объединяет. Они выросли здесь. А Шпаликову 80... 86 сентября прошлого года. Да, 80. А Державину... 275. Да, 1743 год. 275, говорил Романовичу. Я немножко говорю, конечно. Но мне приятно, что люди, знающие эти строчки, хоть какие-то 2-3 строчки, допустим, из Державина, больше гораздо... Но умом Россию не понять все знают. И людям приятно, что они знают то, что звучит со сцены, и у них в голове оседает все-таки, кто это написал. Еще раз мы им об этом напоминаем, потому что это наша культура. А у Тютчева... Вот Лотман три периода. Ранний, средний, и в основном как-то все внимание обращают на так называемый Денисевский цикл. После 50. Да, после 50. Я, конечно, читаю о как убийственно мы любим. Это естественно. Я не могу много читать. Я читала здесь не так много, скажем. А в Петербурге я буду читать гораздо больше. Но там и пространство. Там церковь, Петрикирхи. И она требует другой программы немножко. Там много читаю, когда дряхлеющие силы нам начинают изменять. Я его читаю с молодости, Юлиан. Когда я уехала из Москвы и стала жить в Ленинграде с оператором Юрой Векстером. И вот мы собирались, а вся его компания, Юра Клепиков, Митя Долинин, Леша Герман, Валера Федосов, Илья Александровича Вербах, они все были старше меня. И они все время просили меня читать это стихотворение. Я думаю, что им удалось? Вот именно это. Ну, я честно читала. Но я не понимала, почему вот именно это им хочется слушать. Но теперь я очень хорошо понимаю. Потому что теперь это и про меня тоже. А Кузьма Прутков ограничивается только собственной невестой, ее романсом. Нет. Афоризм. Афоризм и тоже было? Да, обязательно. Мне, как я говорю, самое главное инфицировать зрителя любовью к персонажу, к поэту, писателю, о котором я рассказываю. Вот это самое главное. Вот с Ашпаликовым, например. Ведь никто в стране не сделал к его 80-летию отдельную большую программу. Я мучилась, честно скажу. Вот это слово, оно правильное. Я мучилась целый год. Я обложилась всеми книжками. Начиная с первой, которая вышла. Вот такая маленькая была в суперобложке. Потом Юлий Файт выпускал тоже книгу «Я жил, как жил». Еще одна у меня была «Я жил, как жил». Потом Володин, который тоже писал киноведческие записки «Журнал», книга Инны Гулая, воспоминания Наташи Рязанцевой. А как рассказать о сценаристе так, чтобы зал заразился? Кстати, очень хорошо, что музыканты у меня молодые. Это здорово. Потому что мы поем песни там всякие. Конечно, мы поем «На меня надвигается по реке битый лед». 62-й год. 62-й год. Советский фильм, коллеги, да? Потрясающе. Буречка Хмельницкий пел. Мы поем песню, которую пел в фильме «Мальчик и девочка». Помните был такой фильм? «Мальчик и девочка» Бурляев и Богунова. А Губенко, который ехал в поезде, играл на гитаре, пел «Милый, ты с какого года? И с какого парохода? Нет ветра, ни привета. А на речке тает и лед». Конечно, по несчастью или к счастью, истина проста. «Никогда не возвращайся в прежние места». Мне очень нравится путешествие в обратное. Я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути. Вот. Душу не мути. Прям такая интонация. И там, конечно, хит, который на зал реагирует каждый раз просто в восторге замирает, а потом «Браво, браво!» Это Рио Рита. Высоцкому 80 лет. Тургеневу, у Тургенева юбилей. У Байрона. Я только что была в Спасском. У Лутовинова. Только что было. Они есть в программе? Нет, ну что я буду. «В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины это один мне надежда и опора о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Как-то со сцены это сложно очень. Ну да, да. Все-таки он писатель. Но я отдала дань тем, что мы съездили, мы в ноябре были в Спасском. Лутовинова. Мы там были. Переезжаем теперь из Спасского-Лутовинова в Санкт-Петербург на набережную Фонтанки. Большой драматический театр, родной ваш дом. Я знаю, что спектакль у вас вот-вот должен быть. Вот-вот должен быть. Но что там происходит? Расскажите мне. Ромен Гари, правильно? Ромен Гари, «Жизнь впереди». Был фильм «Симон и сеньоре». Ну, это, как бы сказать, такая несколько бытовая картина. Очень много было постановок различных. Жак Брэль написал мюзикл «Мадам Роза». Он шел в Олимпии, и говорят, что он шел даже на Бродвее. Я на самом деле не знаю. Но в самом начале сезона на сборе труппы наш художественный руководитель Андрей Анатольевич Могучий рассказал о планах на этот год и сказал, что вот мы будем выпускать весной спектакль с режиссера Романа Мархолия, так же как... Игрок. Игрок, да. Та же самая команда. Вот этот тандем Роман Михайлович и Светлана Крючкова. Репетиции должны были начаться в январе. И даже еще в декабре мне говорили, что вот с 10 января они будут. Это было сказано вообще. Договоренность была почти два года назад. Но сказано было в начале этого сезона громко на труппе. Я освободила январь, февраль, март и апрель. В середине апреля мы должны были выпускать спектакль. До сих пор по непонятным мне причинам не подписаны договора даже на инсценировку. С режиссером... Ну такое театр же бывает. Дело же... Я не могу понять причины, понимаете. Мы уже испробованы, что называется. Наша группа прошла уже тест. И мы точно укладываемся в сроки. Товстоногов говорил, театр это производство. Мы точно уложились бы в сроки, начав репетировать в январе. А премьера должна была быть в апреле? 15 апреля. И с художниками... Художники подписали, но театр не подписал. Художник по костюмам, художник-постановщик, и вообще контракт на инсценировку по сей пору не подписан. Я надеюсь, что вот с минуты на минуту это случится. Я хотела сама поставить жизнь впереди, потому что там очень много вопросов больных, на самом деле больных. Вот то, что тут Товстоногов говорил, надо ставить о том, мимо чего не можешь пройти равнодушно, что болит у тебя. Вот, во-первых, одиночество. Одиночество, да, это мадам Роза, которая была в концлагере, полька, живущая в Париже, в не самых лучших кварталах, живущая на то, что содержит, следит за детьми проституток, у нее там целая хорава, и так далее. В общем, совершенно одинокий человек, да. И вдруг среди этих детей находится мальчик, арабский мальчик, араб, Момо. И вдруг у них, между ними происходит такое соприкосновение, душ, Юлиан. Вот если это можно представить, маленький мальчик и уходящий, и мне это безумно интересно, это опять другой язык, один и второй, и польский, и французский. Мне это, конечно, интересно со всех сторон. И вот почему действительно, а почему люди не встречают друг друга в нужном возрасте, понимаете, если бы они были ровесники, вот это та самая история, такой уровень понимания, когда называется, они жили долго, умерли в один день, да, она уже старая, ему 10, а уровень понимания такой, проникновение в душу другого человека, это же удивительно, да. Потом, у меня семья, я сейчас скажу крамольную вещь, хотите, вырезайте. В моей семье есть близкая, это близкая, это мой сын, православные, католики и мусульмане. Это все в моей семье, в моих внуках, во внуки и внучки. Я вам больше скажу, это все есть на нашей земле. Да. Вот в идеале это было бы... Это намешано, в них столько кровей намешано, и то, что в этом произведении есть и эта тема, не в национальности дело, простите меня, в чем-то совершенно другом, но и об этом тоже говорится, для меня это тоже очень важно. Удачи вам, удачи театру, удачи вашим программам. Спасибо. До встречи. А это уже все? Конечно. Я думала, мы только начали. Светлана Николаевна Крючкова сегодня в главной роли, низкий поклон, обязательно увидимся. Светлана Николаевна Крючкова